Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Какими событиями запомнился сегодняшний день? Я расскажу вам прямо сейчас. Школы Армянска работают в штатном режиме, но нуждаются в обновлениях. Спикер Крымского парламента посетил учебные учреждения города. Слава Богу, все вошло в норму. Все школы функционируют, дети счастливые. Нет информационной блокады. Норвежцы намерены развивать в Крыму бизнес и призываются отечественников смело ехать на полуостров. Стена лжи, которая сегодня идет, информационных войн, которые ведут страны, отстаивая свои какие-то геополитические интересы, люди становятся заложниками этих войн. После стабилизации ситуации в Армянске учебные учреждения города функционируют нормально. В этом убедился спикер Крымского парламента Владимир Константинов, посетивший детские сады и школы муниципалитета. Правда, ЧП обнажило ряд проблем. Так, в школе села Перекоп, самого близкого к заводу населенного пункта, на внебюджетные деньги поменяют мебель, а в ряде других заменят основные и пищевые блоки, а также отремонтируют санузлы. Родильное отделение в Армянске будет работать и дальше, заявил спикер Крымского парламента. Нет сбоев и в работе самого учреждения медики справились с потоком пациентов, а также квалифицированно осуществляли забор и обработку анализов. Вскоре свой подробный отчет в Государственном совете представит министр здравоохранения Александр Галенко, а пока эксперты констатируют нехватку квалифицированных кадров, но и эта проблема решаема. У нас сейчас Армянск, хотя он и город, он попадает в программу «Земской доктор». То есть мы сейчас готовы выплачивать миллион подъемных компенсационных для врачей, которые прибудут сюда. Кроме этого, 20 тысяч ежемесячно можем платить компенсацию за съем жилья. Что касается учреждений образования, они также функционируют по графику после снятия режима чрезвычайной ситуации. Глава Государственного совета осмотрел школы и детские сады не только в городе, но также в близлежащих селах, Суворово и Перекопе. Последняя находится в непосредственной близости к заводу «Титан». Владимир Константинов распорядился заменить мебель, основные блоки, а в некоторых школах и пищевые. Перекопской полностью обновил устаревшую мебель. Расходоваться при этом будут внебюджетные средства. Слава Богу, все вошло в норму. Все школы функционируют, дети счастливые. Школы находятся, школы, дошкольные учреждения в достаточно приличном состоянии. Понятно, что есть какие-то проблемы, но мы над ними работаем. Даже не проблемы, а задачи следующего периода. Позиция парламентариев теперь Армянск имеет негласный особый статус и при формировании бюджета потребности города будут оцениваться не так, как в обычных муниципалитетах. Возможно, в отделении сказных дополнительных средств, направленных на полную ликвидацию последствий ЧАЭС. Тарас Березицкий, Служба новостей и ТВ. Правоохранители Крымской столицы задержали 22-летнего симферопольца, подозреваемого в разбойном нападении. Молодой человек под угрозой убийства требовал 18-летнего местного жителя его портмоны. Потерпевшему удалось скрыться от нападавшего, а затем обратиться за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которого ранее уже судили за имущественные преступления. Парень попытался обокрасть прохожего, так как потратил все деньги на азартные игры. Теперь по решению городского суда подозреваемый находится под стражей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам разбойного нападения. Не удавшемуся бандиту может грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. Очередной уверенный шаг на пути мирового признания статуса Крыма. В парламенте республики побывали представители делегации из Норвегии уже второй раз. За дни визита успели посетить несколько крымских городов и Севастополь. А теперь приняли решение на родине не только говорить правду о событиях на полуострове, но и развивать бизнес, связанный с Крымом. Хендрик Вебер гостит в Крыму уже не впервые. На этот раз он вместе с остальными делегатами посетил 4 города – Большую Ялту, столицу, а также Бахчисарай и Севастополь. Теперь планирует свой самый крупный проект. На следующей неделе хочет в Москве создать туристическое агентство, тесно связанное с организацией туров в Крым. Общественный деятель призывает своих соотечественников, в том числе и представителей власти, не бояться визитов на полуостров. Сейчас норвежцам очень сложно приехать в Крым из-за полной информационной блокады. Мы хотим прервать ее и дать людям возможность путешествовать сюда, ведь полуостров – отличное место как для семейного, так и для туристического отдыха. В то же время в парламенте высоко оценили перспективы сотрудничества Крыма и Норвегии. Спикер Владимир Константинов назвал визиты норвежских делегатов в республику, учитывая европейский негативный настрой и санкционную политику, гражданским подвигам. Это очень важная низовая работа. Может быть, она не такая широко масштабная, может быть, она не такая известная, но это очень важно, что это происходит на уровне общественного сознания. Сначала нужно изменить общественное сознание. В завершении встречи ее участники обменялись презентами. Владимир Константинов примерил национальный норвежский головной убор. За годы, которые прошли после Крымской весны, полуостров неоднократно посещали зарубежные делегации из Норвегии, Франции, Италии, Германии и других стран Старого Света. Все гости в открытую заявляли о признании российского статуса Крыма и настаивали на отмене санкций. Роспотребнадзор призывает крымчан и севастопольцев делать прививки от гриппа перед началом эпидемиологического периода. По информации ведомства, иммунизация снижает шанс заболевания и развития осложнений. Особое внимание Роспотребнадзор просит уделять вакцинации детей, беременных женщин, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, так как именно они, больше других групп населения, подвержены заражению вирусными инфекциями и формированию осложнений. Чтобы узнать, где можно сделать прививку себе и своим близким по месту пребывания, следует обратиться в Роспотребнадзор по телефону горячей линии плюс семь девятьсот семьдесят восемь девятьсот девятнадцать одиннадцать двадцать три. Специалисты ведомства объяснят, как правильно подготовиться к вакцинации. Кроме того, сотрудники расскажут о профилактике инфекционных заболеваний. А мы переходим ко второй части выпуска. Далее вы увидите. Педагоги продолжают отмечать свой профессиональный праздник. На этот раз награждение лучших прошло в столичной администрации. Потому что вы учите человека жить, как жить по жизни. Хорошо, с такими ценностями. Симферополь зажжет городскую чашу огня зимней универсиады 2019. Факел побывал в Москве и Калининграде, а затем отправится в Ростов. Очень наградно быть причастны вообще к этому действию для Крыма в первый раз. В Крыму продолжают чествовать педагогов с их профессиональным праздником. На этот раз День учителя в торжественной обстановке отметили в столичной администрации. Ее глава Игорь Лукашев выразил слова благодарности работникам сферы образования и вручил заслуженные награды. Лучших педагогов Симферополя собрали за круглым столом в столичной администрации, чтобы в торжественной и уютной обстановке отметить заслуги учителей и вручить награды победителям муниципального конкурса «Лучший педагог года». Качество и эффективность работы педагогов оценивала конкурсная комиссия, учитывая наличие собственной методической разработки, положительных заключений по итогам апробации в профессиональном сообществе и многое другое. В Симферопольских школах трудится почти 5000 педагогов, в детских садах – 2731. Все эти люди выбрали ответственную и очень важную профессию. Каждый из них должен не просто дать знания, он еще должен быть верным другом и помощником по жизни. Это, в общем-то, ваши дети, потому что за много лет их много через вас проходит, и каждый год вы расстаетесь с кем-то. Но это ваши, как говорится, многодетные мамы, которые, может быть, и приходят к вам и за свою жизнь рассказать, и что-то посоветоваться. Наверное, это правильно, потому что вы учите человека жить, как жить по жизни, хорошо, с такими ценностями. Начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина в свою очередь поблагодарила представителей администрации в оказании всевозможной помощи. Это касается ремонтных работ в учебных учреждениях и финансовой помощи при проведении педагогических мероприятий и во многих других направлениях. Я благодарна администрации города Симферополя, депутатскому корпусу за поддержку учреждений образования в сфере и повышения материально-технической базы учреждений, в том, что организуется масса конкурсов для поднятия престижа труда учителя. Я хочу с полной уверенностью сказать, Игорь Михайлович, что вчера на республиканском празднике в городе Ялта был город Симферополь представлен ярко и торжественно. Три руководителя учреждения получили орден за верность долгу своему. На торжественной церемонии глава администрации вручил шести победителям конкурса дипломы и денежные премии в размере 50 тысяч рублей. И добавил, профессия учителя, педагога очень ответственная и необходимая. Учитель – это наставник и источник новых знаний, конечно же, пример во всем. Мы гордимся, что в крымской столице замечательные учителя, настоящие профессионалы своего дела, отзывчивые и инициативные люди. Александра Пермякова, Служба новостей и ТВ. Крым впервые участвует в грандиозном путешествии факела зимней универсиады. Уже 6 октября символ по Симферопольским улицам торжественно пронесут известные спортсмены и олимпийцы. Общий маршрут шествия составит более пяти километров, а увенчает его зажение столичной чаши огня. Северную универсиаду 2019 весной следующего года выпало принимать Красноярску. Крымский забег факелоносцев стартует 6 октября в 15 часов от главного корпуса Крымского федерального университета. По аналогии с другими городами огонь универсиады пронесут по центральной части столицы через достопримечательности города. Томмельгаузена, парк кованых фигур, государственный академический музыкальный театр. Среди тех, кому выпала честь нести символ, известный на весь мир. Местные спортсмены, велосипедист Любомир Полотайко, армрестлер Артем Тайнов, чемпионка Европы по стендовой стрельбе Мария Капитаненко, олимпийский чемпион Артур Айвазян. Огонь после Симферополя отправится в Ростов-на-Дону. Общая протяженность маршрута в крымской столице 5200 метров. А в городе, который примет эстафету, вдвое меньше. Прибыл в Крым факел, посетив Калининград и Москву. Кульминацией этапа станет зажжение городской чаши огня на площади имени Ленина. Коллеги поделились опытом, в Москве, признание, было очень холодно, приедать нашел снег, но мы надеемся, что в субботу наше крымское тепло, наше солнце выйдет и степет огня будет такой яркой, красивой, зрелищной. Мы очень много уделили внимания, проводили постоянные комитеты. Рады привлечению к грандиозному шествию в Государственном Совете Крыма. По мнению парламентариев, участие Симферополя демонстрирует окончательное вливание субъекта в образовательную и спортивную системы страны. Таким образом, Россия в очередной раз открыто демонстрирует Западу свою позицию относительно статуса полуострова. Это уже и международное будет, международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации. И, наверное, после этого уже все разговоры о том, ну, те разговоры, которые нас сегодня, в общем-то, не интересуют, эти разговоры уйдут в историю. Эстафета студенческих игр стартовала в итальянском Турине 20 сентября. Там же огонь универсиады был зажжен в торжественной обстановке. Факелоносцы уже пронесли символ предстоящего спортивного форума по улицам Казахстана и КНР. В целом, на территории Российской Федерации огонь будет путешествовать в 30 крупных городах, а завершится его турне уже в следующем году, 19 марта, в Красноярске. Тарас Берзицкий, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. 6 октября три крупные улицы Симфероболя будут временно закрыты. Это связано с проведением 29-й Всемирной зимней универсиады 2019. В эту субботу с часа дня до пяти часов вечера будет остановлено движение на проспекте Вернадского от улицы Гончарова до площади Советской Конституции, улицы Киевской до площади Куйбышева, а также на проспекте Кирова до пересечения с улицы Гоголя. Автолюбителям стоит заранее позаботиться о стояночном месте для своих машин, так как транспортные средства, припаркованные на указанных участках города, будут эвакуированы. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго.